Добрый день, меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 1Серж23. Данный ролик посвящен ремонту стационарных моторов с двухконтурным охлаждением, в частности ремонту масляных холодильников. Масляного холодильника, либо водяного холодильника, без разницы. Принципиальное отличие одноконтурной, двухконтурной системы охлаждения моторов это то, что в одноконтурной системе все охлаждается за счет проточной воды, а в двухконтурной системе внутри мотора, как и в автомобиле, находится тасол, и, соответственно, этот тасол и масло охлаждается в специальных холодильниках. Холодильник это очень важная вещь, выход холодильника из строя приводит к полной неисправности мотора и к его глобальному повреждению. То есть, другими словами, происходит либо попадание воды в масло, вот как это было вот в этом моторе, либо это вода охлаждающая, тасол будет выгоняться через, система антифриза будет выгоняться через водяной холодильник и будет полная билиберда происходить, то есть мотор вскипит. То есть это очень важные узлы. На американских моторах, это на дизельных, допустим, на Миркрузерах, если которые идут с двухконтурным охлаждением, на вольвовских дизельных моторах, ремонт, замена холодильника это несколько тысяч долларов. Поэтому здесь необходимо четко отдавать себе отчет, что если у вас такой мотор, необходимо обязательно законсервировать второй контур, то есть слить с него воду и законсервировать. Вот в данном случае это сделано не было, то есть просто был тупо мотор заглушен и все оставлено на круге своя. То есть привело это к следующей штуке. Вот сейчас передо мной холодильник. Вот, вот холодильник. Это вот его крышки. Сейчас сниму. Но здесь уже вот вставлено все, отдену. Вот этот вот контур, вот, он имеет, этот, как его называется, два, две системы охлаждающего контура. То есть внутри находится масло и, соответственно, этот, как его называется, или вода, вода внутри находится, внутри холодильника находится вода, а в этот снаружи все идет везде масло. То есть происходит охлаждение, этот, как его называется, за счет вот этих вот всех каналов происходит охлаждение масла двигателя. Холодильник этот выглядит следующим макаром, то есть после своей разборки То есть это вот огромная система трубочек Вот видите, здесь все уже запаяно, то есть сварка велась аргоном, специальной проволокой То есть размораживание холодильника приводит к разрыву и повреждению вот этих вот трубок Потому что внутри них находится вода После того, как вы разобрали холодильник, необходимо, во-первых, вычислить трубки, которые находятся здесь Вот в данном случае, вот на этом холодильнике, то есть разрывы получили не только сами трубки А трещины получили основание, где они впаяны непосредственно То есть даже после заглушивания трубок это не приводило к никакому результату Для того, чтобы опрессовать холодильник после вот такой всей системы, мы сделали вот такую штуку То есть здесь миппель, с этот, как его называется, ну обычные автомобильные через хомуты Здесь также соответственно этот, как его называется, резиновая гофра Не гофра, а резина Вот, и все это дело снизу несколько, два контура, видите? Два контура непосредственно этот, как его называется, резины Для того, чтобы опрессовать не только сами трубки, а и вот эту вот внутреннюю часть, вот эти вот все разрывы Которые могли образоваться внутри холодильника То есть это, в принципе, было все найдено, изучено и сделано То есть вот сейчас закончены работы по ремонту данной системы Делается проверка, опрессовка следующим макаром То есть берется вода, после того, как вы изготовили данную систему, вы опускаете ее в воду И все, у вас не должно идти пузырей Ну вот сейчас здесь разбирали, то есть немножко этот сифонит между самими резинками Потому что вот это собрано было уже чисто для съемок видео А так вот все, вот давление в трубке, вот с трубок все нормально Видите, ну вот я говорю, это вот сифонит между резинками Нужно это обтягивать лучше Вот, а так вот Данный холодильник уже можно считать исправным Давление, которое он выдержал, это полтора атмосферы То есть этого достаточно То есть этот, как его называется Изначально я проводил залив и выясняли, что есть повреждения Это делали повреждения керосином Ролик на эту тему есть, был он в прошлом году А так вот это вот холодильник, это стационарный холодильник Вот смотрите, вот все как Заварку проводили с нескольких сторон Заваривали с этой стороны, изнутри и снаружи трубки заваривали Потому что здесь нужно полностью все глушить Иначе попадание воды в масло, в мотор, ну представляет, что будет Так что вот, не доводите до подобных вещей А если довели, то соответственно разборка, опрессовка, сварка Сварка оловом не катит, не работает То есть варить, ну вот газосваркой, ну не знаю, может быть Но мы решили, что это будет сделано не очень корректно Потому что газосваркой нагреется большая площадка А здесь, кажется, трубки находятся очень тесно друг с дружкой Вот посмотрите Вот, они находятся буквально рядышком И они все запаяны Вот в это вот, это все сделано из латуни И здесь вот это все мероприятие запаяно И поэтому если разогреть слишком сильно То получается следующая штука Что буквально после разогревки Ну вот, могут расплавиться все рядом трубки И это будет просто нескончаемый процесс Поэтому в данном случае сварку проводили аргоном А так вот, вот так выглядит ремонт и проверка после ремонта Водяных холодильников, масляного холодильника, водяного холодильника На стационарных моторах с двухконтурным охлаждением Не доводить до этого Вот такой вот холодильник, допустим, волевский Либо веркрузеровский, стоит порядка 2500 долларов Насколько я помню Поэтому, если вы ленитесь сливать воду с охлаждающего контура То вы можете попасть вот именно как раз на такой результат То есть, это все стоит очень дорого Ремонт очень сложный И не всегда его удается провести Так что вот, если будут вопросы, как всегда Можете задавать на почту Обязательно всем отвечу А так, спасибо за внимание До свидания